МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Реконструировать в ближайшие несколько лет улицу Садовую предложил депутат Иван Ситников на последнем заседании комитета по городскому хозяйству. По этой дороге идет грузопоток на промышленной площадке. Все плотно в выбоинах, полос всего две. В весенний период там образуются глубокие ямы. Чтобы работы начались, нужна проектно-сметная документация, а ее пока нет. Также необходимо сделать объезд, закольцевать улицу Нигина и Менделеева, по которому во время ремонта можно будет ездить. Этот вопрос выносили на рабочую группу, решили детально его проработать и, возможно, выделить денег во время ближайших корректировок бюджета. ПСД планирует подготовить к 2023 году. Также Иван Ситников предложил предусмотреть финансирование на реконструкцию дороги в Балыкове, где находится более 6 тысяч садовых участков. Речь идет о улицах Кирова, Балыковской и Мостовой. Необходимо отремонтировать дорогу, сделать тротуары, освещение. К этому вопросу депутаты также вернутся, когда в этом году будут обсуждать корректировки бюджета. Изменения в бюджете отчет главы города по итогам работы администрации с 2020 год стали главными темами заседания Городской думы 31 мая. Также речь шла о размещении нестационарных торговых объектов на территории Сарова. В частности, решено закрыть кафе на Боровом. Оно не соответствует новым требованиям к таким объектам. К тому же, это кафе давно вызывало нарекания со стороны жителей района. Подробнее о вопросах, которые затронули депутаты, расскажу в следующем репортаже. Более чем на 81 миллион рублей увеличиваются доходы городского бюджета в этом году. Это и безвозмездные поступления, и доходы от приватизации или продажи муниципального имущества. Расходы при этом вырастут на 250 миллионов. 37 миллионов идут на мероприятия по сокращению доли загрязнения сточных вод. 4 миллиона направят организациям пострадавших от распространения ковида. Более 5 миллионов будет стоить создание виртуального концертного зала. Предусматривается сигнование на расходы на выполнение работ по капитальному ремонту перекрестка улица Советская и улица Павлика Морозова. Это более 9 миллионов рублей. На ремонт дорог предусмотрено из бюджета около 60 миллионов рублей. Более чем на 17 миллионов рублей предусматривается приобретение дорожной коммунальной техники. 62 миллиона пойдут на внедрение цифровых решений для платформы «Умный город». Также запланированы расходы на замену светильников на икаре на светодиодные, выделение субсидий на капремонт в городском музее, замену деревянных окон на пластиковые в музыкальной школе. Депутаты проголосовали за корректировку бюджета. Также на седании объявили, что Любовь Маркова уходит на пенсию. 40 лет она посвятила работе в администрации. 31 мая стал ее последним рабочим днем. Алексей Сафонов вручил ей благодарственное письмо и цветы, а депутаты наградили продолжительными аплодисментами. Затем народные избранники заслушали отчет главы города о работе администрации в 2020 году. Саров сохранил свое место в рейтинге городов с оценкой уровня социально-экономического развития территорий. Мы уже достаточно длительное время занимаем четвертое место, надежно занимаем. Это по интегральному показателю оценка качества жизни в городе, выше среднего. Город остается привлекателен, привлекательным для желающих в нем жить, к нам стремятся. 2020 год был посвящен реализации значимых национальных проектов. Исполнение двух из них депутаты оценили как належащие, трем дали оценку удовлетворительно. В прошлом году увеличилась доходная часть бюджета, был ликвидирован муниципальный долг. Растет уровень заработной платы, но при этом все больше увеличивается отрыв в доходах сотрудников муниципальных и частных предприятий от работников ядерного центра. Мы имеем очень хорошие, высокие достижения по ядерному центру, благодаря которому очень высокие цифры по средней заработной плате по городу в оценках всего города. Но если смотреть разрез, то, к сожалению, мы столкнулись с ситуацией, что предприятия муниципального сектора, сотрудники этих предприятий, имеют практически в три раза меньше доход, чем сотрудники ядерного центра. Так возникает ситуация на рынке труда, которую мы увидим сейчас. Ключевые специалисты муниципального сектора, и ведущие сотрудники частных организаций переходят на работу в ядерный центр. Возможности привлечения новых высококлассных работников у ИП и МУПов практически нет. Это значительная проблема, она требует комплексного решения. И, скажем так, в ближайшие годы мы вынуждены будем ее решать тем или иным способом. Также Алексей Сафонов рассказал о реализации проектов по программе поддержки местных инициатив, вводе жилья, ремонте образовательных организаций, организации дорожного движения. Ответил глава города и на вопросы депутатов. В частности, Алексей Городничев интересовал ситуацию с раздельным сбором мусора. Алексей Сафонов подчеркнул, что претензии к региональному оператору по вывозу отходов есть практически у каждого муниципального образования. Что касается раздельного сбора, Алексей Сафонов отметил, что в большинстве своем к этому не готовы сами жители. Из тех сообщений, что докуда мы общаемся, докуда дотягиваемся, для среднего граждан это трудоемко, и они не понимают необходимости этого. У нас нет ни одного дома, кто заявил бы желание заниматься раздельным сбором мусора. То есть здесь проблема, я так полагаю, более длинная. Здесь надо вернуться к воспитанию. Но опять же, если взглянуть на все мусорные полигоны, что там происходит, это действительно тяжелейшая ситуация, то есть вопрос времени, когда мы утонем в собственном мусоре. Отчет главы города депутаты приняли к сведению. Полностью запись выступления Алексея Сафонова смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров24 и на нашем канале в Ютубе. Туристический кэшбэк для студентов, участников конкурса от ОНО «Россия – страна возможностей» заработает в России с 1 июля. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Она отметила, что на эти цели выделят 2 миллиарда рублей. Также в стране запустили программу детского туристического кэшбэка. Родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки в лагерь. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Подведены итоги праймери с «Единой России» по выборам депутатов Государственной Думы по Приокскому одномандатному избирательному округу. С большим отрывом лидировал Евгений Лебедев. На втором месте Денис Щербуха. По результатам предварительных выборов в ЗАГС Собрания Нижегородской области в региональной группе номер 15 первое место заняла Ирина Макарова, заведующая поликлиникой номер 2. По одномандатному избирательному округу первым стал Юрий Якимов. Прием заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками начнется в середине июля. Подать заявление на получение пособия можно будет до 1 ноября. Родителям детей школьного возраста выплатят 10 тысяч рублей. Их будут направлять с августа. Выплату на каждого школьника инициировал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Также он отметил, что деньги родители должны получить до середины августа, чтобы использовать их, например, для сбора ребенка в школу. Саровчанин украл веб-камеру из магазина бытовой техники на улице Силкина. Ущерб директор торговой точки оценил в 12 тысяч рублей. Полицейские быстро установили лично злоумышленника. Расследование продолжается. Чем еще запомнилось минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Желание легко обогатиться заставляет злоумышленников прибегать к новым уловкам и схемам, которые позволяют списывать деньги со счета без ведомого владельца. Так, на прошедшей неделе неизвестный похитил с банковского счета саровчанина около 300 тысяч рублей. Звонков заявителю никаких не поступало, лишь пришло уведомление с приложения онлайн-банка о том, что произошла ошибка входа, а после, спустя буквально несколько минут, ему уже пришли сообщения о списании денежных средств. Водитель ВАЗ-2115 нарушил спокойствие жителей дома 10 по улице Карла Маркса. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался по двору на большой скорости и с ревом оторванного глушителя. Увидев оперативно прибывших сотрудников ДПС, водитель испугался, не справился с управлением и налетел на забор палисада. Он был сразу же там и задержан, направлен на медицинское освидетельствование. Сначала на свидетельствование. Освидетельствование показало наличие алкоголя, соответственно, была формула. В трех ДТП на прошедшей неделе пострадали люди. На улице Силкина водитель Volkswagen Touareg столкнулся с машиной «Шкода» «Октавия». От удара автомобиль «Фольксваген» отлетел на несколько метров и опрокинулся на бок. В результате ДТП водители машины «Шкода» «Октавия» и его пассажирка 2001 года рождения получили телесные напряжения в виде ушибов. По данному факту возможно односторонное расследование. Вот по его окончании мы примем законные и обоснованные процессуальные решения. Всего за неделю сотрудники ДПС зарегистрировали 103 нарушения ПДД. Началась реконструкция стадиона «Школа номер 7». Подрядчик компании из Перми выполняет демонтажные работы, укладывает бордюры и готовит основания для будущих спортивных объектов. Срок сдачи стадиона – 1 октября. На объекте запланировано устроить поле для мини-футбола, универсальную спортивную площадку, беговые дорожки, прыжковые ямы и многое другое. Подробности далее. До 30 сентября на территории школы номер 7 появится новый современный стадион. Спортивные сооружения, которые там находились, были введены в эксплуатацию в 1997 году. И с тех пор здесь ничего не меняли. Для почти 400 детей, которые учатся в седьмой школе, обустроят поле для мини-футбола, полосу препятствий, положат новое покрытие. Проект предусматривает установку и других объектов. Тренажерная площадка, спортивная площадка универсальная для игры, волейбола, баскетбол. Легкоатлетический стадион с четырьмя беговыми дорожками и с двумя ямами для прыжков в длину. Зона для отдыха и проведения занятий с учащимися младших классов. Работы начались в апреле. Отставания от графика нет. Подрядчик, который реконструирует стадион из Перми, в Сырове работает первый раз. Сама компания начала свою деятельность в 2006 году. Основное направление деятельности – это строительство, реконструкция и капитальный ремонт плоскостных спортивных объектов. В этом направлении у них имеется большой богатый опыт. Значит, они строили, реконструировали и выполняли капитальные ремонты на стадионах в таких городах, как Севастополь, Краснодаре, поселке Звездном, города Перми и других городах. Реконструкция стадиона седьмой школы – это часть большого проекта по ремонту школьных стадионов. Стоимость работ – 35,5 миллионов рублей. Также УКС сейчас готовит документацию для того, чтобы начать разработку технического задания для реконструкции стадиона школы номер 12. Переплетение жанров и техник. В Молодежном библиотечном информационном центре открылась новая выставка. В экспозиции представлены более 80 работ участников творческого клуба «Арт-позитив». Подробности в следующем репортаже. Новая выставка клуба называется «Переплетение». В работах художников переплелись разные времена года, жанры и техники – от декоративной вышивки до пастели на наждачной бумаге. У нас представлено 9 авторов, причем один художник у нас из Арзамаса. Мы уже начинаем дружить городами, по крайней мере, Нижегородской области, и это очень приятно. Здесь представлено более 70 работ разного формата. Сквозная тема выставки – деревья. Для Галины Жинжиковой участие в проекте началось с цикла картин «Пражские деревья». Одна из них называется «Деревья пишут СМС». Деревья стоят, и у них такие веточки, они вверху переплетаются между собой. Я тогда как-то подумала, ну, наверное, летом они общаются, наверное, да, там птички между летают, там какие-то, я не знаю, листики шелестят, да. Думаю, что же они делают зимой? Ну, наверное, вот они пишут СМСки, ну, как мы, да, на расстоянии, они там переплетают свои веточки и вот так вот как бы рассказывают о том, что происходит вокруг них. Художники запечатлели те страны, в которых побывали, но большинство полотен посвящены саровской природе – городским паркам, старым дворикам, лесу. Естественно, хочется рисовать то, что окружает тебя. Над созданием работ для выставки художники трудились два года. Посмотреть картины саровчане смогут до конца лета. Мероприятие без возрастных ограничений. Осенью граждан ждет новая выставка клуба, посвященная иллюстрациям к сказкам. В Сарове прошел второй всероссийский турнир по баскетболу среди городов и предприятий атомной промышленности. На соревнования приехали спортсмены из Дубны и Нижнего Новгорода. Игр продолжались два дня. В финал вышли «Саровский старт» и «Объединенный институт ядерных исследований» из Дубны. Подробности далее. Ответный визит. В 2019 году в Дубне впервые провели уникальный турнир для сотрудников атомной промышленности, увлеченных игрой в баскетбол. Наша команда завоевала первый кубок турнира, обойдя в финале своего соперника всего на одну очко. И вот спустя два года всероссийский турнир провели на Саровской земле. А началось все с простой идеи. Эта идея пришла мне уже давно. Да, осуществить ее не получалось. Много года мы готовились к этому всему мероприятию. Турнир называется «Ядерный мяч». Идея такая, что хочется объединить ядерные предприятия, сотрудников, чтобы играли в баскетбол, наши любимые виды спорта. Турнир проходил в два дня. В полуфинальных играх команда «Старт» выиграла у ветеранов атомной промышленности снаряжение. А Объединенный институт ядерных исследований города Дубны взял верх в игре с командой из Нижнего Новгорода «Атомстройэкспорт». Так закончился первый день соревнований. На мой взгляд, все прошло достаточно на высоком, хорошем уровне. Ну, зрителей не совсем, конечно, столько, сколько хотелось. Ну, майские праздники все на дачах, на огородах. И погода нас тоже очень порадовала. Во второй день турнира прошли финальные игры. За третье место боролись команды «Снаряжение» и «Атомстройэкспорт». Игра закончилась со счетом 70-62 в пользу команды из Нижнего Новгорода. В финал, как и в первом турнире в 2019 году, вышли команды «Старт» и Объединенный институт ядерных исследований города Дубны. Соперник тяжелый, потому что, хоть у них и некоторые не приехали, очень сильные баскетболисты. Во-первых, город Дубна, они играют в Московской области на очень хорошем уровне. Сюда попали не все представители, к сожалению. Но часть игроков доставит нам сейчас неудобно. Надеемся победить. Игра была жаркой. Соперники не отдавали друг другу преимуществ. В упорной борьбе команда из Дубны обошла старт из Сарова на 12 очков. Финальный счет 73-81. А счет по турнирам пока выходит 1-1. Субтитры подогнал «Симон»!